Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Рано снимать ограничения. Самоизоляцию для пожилых и запрет на посещение торговых центров для подростков продлили в регионе до конца зимы. Более 5 миллиардов на реализацию нацпроектов в Самаре. По каким направлениям достигли лучших результатов? Вода станет чище уже в апреле. В Самаре откроют станцию обеззараживания сточных вод. К лету цены на новостройки могут вырасти на 7 процентов. С чем это связывают эксперты, расскажем в рубрике новости экономики. Как доехать до места назначения? Без последствий. В самарском транспорте проверяют масочный режим. Много ли нарушителей? За сутки в регионе зарегистрировали 301 случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в Самарской области 43 613 человек. Такие данные в четверг опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 263 человека. Всего с начала пандемии из больницы выписались 40 099 пациентов. В Самарской области подростки не смогут посещать торговые центры без родителей до 28 февраля. Также до конца зимы в регионе будут действовать масочный режим и режим самоизоляции для пожилых граждан. Запрет продлили на заседании областного оперштаба по противодействию распространения COVID-19. С чем это связано и какие все же сделают послабление, расскажем в следующем сюжете. Контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и в торговых центрах ослаблять нельзя. Об этом говорили на оперативном совещании по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. Но при этом можно сделать некоторые послабления в других сферах. К примеру, разрешить проведение соревнований по парусному спорту и по теннису, о чем просят международные федерации. Это традиционные спортивные праздники и проходят они на свежем воздухе. Губернатор Дмитрий Азаров считает возможным и проведение Самарской студенческой весны, если она пройдет в следующем году. И поинтересовался, какие меры для этого предприняты. Старт не объявлен официальный конкурс, но я созванивался лично с организаторами фестиваля. Ориентировочно старт объявят через две недели и заявки будут приниматься от регионов до 26 марта. И потом будет проходить конкурс, решение будет приниматься до конца на оперштабе. На оперштабе прозвучало предложение о прекращении ограничений в отношении несовершеннолетних, которым сейчас запрещено находиться без сопровождения взрослых на фудкортах торговых центров. Нам сегодня поступает большое количество обращений, связанных с тем, что лица старшего возраста не могут воспользоваться помощью подростков, внуков своих, чтобы пополнить запасы продовольствия, каких-то фармацевтических товаров и вынуждены сами тоже выходить в торговые центры. В итоге было принято решение, что подростки не смогут посещать торговые центры без родителей до конца февраля. Также ограничения продлили и людям старше 65 лет. Поэтому волонтеры должны активизироваться и усилить работу по обеспечению людей серебряного возраста продуктами и лекарствами. Число больных коронавирусом не сокращается, а в некоторых возрастных группах, наоборот, наблюдается рост. А значит, отменять действующие меры пока рано. Виктория Шаре, События. В регионе от коронавируса привились почти 50 тысяч человек. 48% из них – это граждане старше 60 лет. В Самарской области продолжают пополняться запасы вакцины. Несколько дней назад поступило 20 160 доз. Еще более 23 тысяч доз ожидается на следующей неделе. В области работают 137 прививочных кабинетов. В первую очередь вакцинируют людей из групп риска – медицинских, социальных, педагогических работников и пациентов с хроническими заболеваниями. Как проходит прививочная кампания, расскажет Светлана Кудрявцева. Валентина Петровна Беляева – гипертоник, а значит, в группе риска. Поэтому привиться от коронавируса решила сразу. Перед вакцинацией пациенты заполняют анкету и проходят осмотр у врача. Им измеряют давление, пульс, уровень кислорода в крови, расспрашивают о состоянии здоровья и хронических болезнях. Если противопоказаний нет, можно смело делать прививку. После введения вакцины необходимо 30 минут посидеть в поликлинике под наблюдением медиков. Врачи и медсестры, которые проводят вакцинацию, прошли соответствующий инструктаж и обучение. Конечно, в первую очередь мы стараемся прививать группы риска. Это, конечно, по профессиональной принадлежности, то есть это медицинские работники, социальные работники, учителя. Кроме того, приоритетом являются для проведения вакцинации – это у нас хронические пациенты и люди старше 60 лет. Из хроников, конечно, это в первую очередь заболевания сердечно-сосудистой системы, эндокринные заболевания, то есть это сахарный диабет, ожирение в первую очередь, бронхолегочная система заболевания. Учитывают также и тех, кто сам проявляет инициативу и заранее записался на прививку. Сделать это можно на сайте госуслуг. Если в поликлинике вакцина закончилась, то оставить заявку можно в разделе «Лист ожидания». В этом случае на прививку пригласят сразу же, как вакцину доставят в поликлинику. Вакцинация проходит в добровольном порядке и бесплатно для населения. Светлана Кудрявцева, События. Погода в Самарском регионе остается нестабильной, и снегопады периодически увеличивают фронт работы служб благоустройства. Как справляются с расчисткой снега в Ленинском районе, проверила глава Самары Елена Лапушкина. Об этом расскажет мэрия Елчан. Уборка тротуаров и своевременный вывоз снега в приоритете работ служб благоустройства. 165 дворников и порядка 16 единиц техники чистят дворовые территории в Ленинском районе ежедневно с пяти утра. Для безопасности жителей улицы посыпают противогололедными веществами. Такой уборки двора, как в этом году, мы не видели вообще никогда. Убирают очень хорошо, чисто. Как проводится работа в Ленинском районе, проверила Елена Лапушкина. Один из дворов, которые проинспектировала глава города по улице Карла Маркса 10, вызывал нарекания у жителей в прошлом году. Раньше здесь была другая управляющая компания. Теперь с приходом новой жители радуются расчищенной улице и свободному проходу к школе. Вот эту управляющую компанию хочется прям похвалить за то, что они так бережно относятся к своим жителям. Не по всем управляющим компаниям такая история. Есть проблемы достаточно серьезные на треквартальных территориях. Есть замечания, безусловно, и по ОДС. Жилищно-коммунальные службы круглосуточно следят за чистотой улиц и дворов. В период снегопадов ежедневно на уборку снега по городу в ночь выходит вся техника. В ночь с 10 на 11 февраля на очистку вышло 352 единицы спецтехники. Мэри Илчан, Николай Епифанов, Константин Головин. События. Станцию ультрафиолетового обеззараживания источных вод планируют открыть в Самаре этой весной. Она должна заменить действующий объект, очищение на котором идет при помощи хлора. Прежний способ обеззараживания не отвечает необходимым экологическим требованиям и считается технически устаревшим. Строительно-монтажные работы на новой станции практически завершены. По зданию на сегодняшний день надо 30 плит перекрыть. Сегодня сейчас перекрыто 20, осталось 10. Сегодня последние. Сегодня и завтра плиты будут перекрыть. Ход строительных работ сегодня проконтролировала глава Самары Елена Лапушкина и поручила ответственным за объект ускорить темпы работ. На следующей неделе строители планируют утеплить крышу и начнут подключение здания к электроснабжению, после чего займутся монтажом оборудования. Новая станция ультрафиолетовой очистки позволит исключить сброс хлороорганических соединений в Саратовское водохранилище. Таким образом, параметры источных вод после очистки доведут до нормативных, что значительно повысит экологическую безопасность населения города и региона. В Самаре уточнили порядок проведения общественных слушаний. Соответствующие поправки одобрили на заседании Городской думы, в которой приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. В частности, определили форму книги журнала учета посетителей и форму протокола собрания. Обозначили круг лиц, которые подписывают протокол. Также в положении теперь указаны конкретные сроки проведения общественных обсуждений. В Самарской городской думе сегодня обсудили также исполнение национальных проектов в 2020 году. Масштабные проекты, которые инициировал президент России Владимир Путин, открывают большие возможности для преобразования практически всех сфер жизни. В 2020 году в Самаре ремонтировали дороги, строили новые школы, открывали ясельные группы для детей. Цифры и факты изучил Олег Зверев. Самые современные школы. Уже в апреле здесь начнут работать секции дополнительного образования. С начала учебного года 1200 детей пойдут учиться в новые школьные кабинеты. Учебное заведение в микрорайоне Новая Самара построено в рекордные сроки благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». В разных районах города введено в эксплуатацию 464 тысячи квадратных метров жилья. Но не только это. Национальные проекты позволяют обустроить практически все сферы жизни. Итоги сегодня обсуждали в Городской думе. Один из ключевых нацпроектов производительности труда. В течение года администрация проводила работу по оказанию предприятиям новых видов поддержки. Национальный проект дает возможность бесплатно привлечь на предприятие лучших российских экспертов в области бережливого производства для создания условий по повышению производительности труда. Получить льготное финансирование инвестпроектов. Годовая процентная ставка составляет 1%. Получить налоговый вычет на налогу на прибыль в отношении расходов на осуществление инвестиций в основные средства, приобретенные после 1 января 2020 года. 45 городских дорог отремонтированы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 12 общественных территорий и 53 двора приведены в порядок по программе «Комфортная городская среда». Продолжается реализация муниципальной программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Самара участвует в выздоровлении Волги, проводя реконструкцию городских очистных сооружений. Хорошую поддержку получили учреждения культуры и спорта. У нас уже в перспективе это плавательные бассейны. Муниципальные, я сделал акцент, муниципальные. Вы понимаете, что параллельно развиваются и объекты культуры, и спорта, и образования, и высшие школы в рамках региональной составляющей, в рамках федеральной составляющей. Это дворец спорта, который мы в 2021 году с большим интересом ждем. В каждом национальном проекте есть и муниципальные составляющие, и не менее масштабные планы, уже разработанные на 2021 год. По девяти национальным проектам Самара должна выполнить 39 показателей. Олег Зверев, Николай Епифанов, События. Далее нас ожидает блок экономических новостей в студии Светланы Кудрявцева. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Что сегодня интересного в новостях экономики? В России к лету могут подорожать новостройки на 7%. С чем это связывают эксперты, расскажу позже. А сейчас о том, почему президент обратил внимание на защиту граждан, которые инвестируют в ценные бумаги. Владимир Путин потребовал снизить риски неопытных инвесторов, которые вкладывают средства в ценные бумаги, и не допустить, чтобы они стали обманутыми дольщиками в новом издании. По словам главы государства, в 2020 году много россиян направили свои сбережения на фондовый рынок. К настоящему моменту почти 10 миллионов человек инвестировали в эти финансовые инструменты почти 10 триллионов рублей. К лету цены на новостройки могут вырасти еще на 7% из-за резкого подорожания стройматериалов. А их цена может вырасти из-за повышения утилизационного сбора на спецтехнику по переработке металла, считают в отрасли. Правительство планирует увеличить сборы на автомобили на 25%, а на спецтехнику сразу в 2-4 раза. Нововведения коснутся в том числе экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков и бульдозеров. Самарцы могут оформить квартиру, расположенную в другом регионе России, через МФЦ. Раньше это можно было сделать только через кадастровую палату. Такой способ подачи документов, когда заявитель находится в одном регионе, а недвижимость, право на которую он оформляет в другом, называется экстерриториальным. Такой способ стал возможен благодаря информационной системе ведения единого государственного реестра недвижимости на всей территории страны с использованием единого программного комплекса. В управлении Росреестра Самарской области отмечают, что жители и организации региона – активные пользователи экстерриториальных услуг. Они часто покупают недвижимость в Москве. На первом месте по приобретению недвижимости в столице заявители Московской области, на втором – Пензенской области, ну а на третьем – Самарской области. Официальный курс доллара на 12 февраля – 73,76 рубля, доллар потерял 9 копеек. Евро 89,44 рубля, европейская валюта снизилась на 13 копеек. Нефть марки Brent сегодня 61,06 доллара за баррель. На этом пока все. Будьте с нами и оставайтесь в курсе. В Самаре выясняют причины пожара в Кировском районе. Сегодня днем на улице Дальневосточной загорелся склад по фасовке восточных сладостей на площади 200 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли. Спасатели ликвидировали открытый очаг горения. По предварительной информации регионального управления МЧС обнаружен один погибший. Для тушения пожара привлекли более 120 человек и свыше 40 единиц техники. Сотрудники регионального управления ФСБ выявили жители Самары, который торговал конфиденциальной информацией в интернете. Он также причастен к созданию и использованию вредоносных компьютерных программ для проведения атак на информационную инфраструктуру Российской Федерации. Кроме того, в регионе пресекли незаконную деятельность еще одного жителя, который, являясь сотрудником офиса продаж одного из операторов сотовой связи и имея доступ к базам данных клиентов, передавал информацию третьим лицам. По этим делам были возбуждены уголовные дела. Фигуранты получили, соответственно, два года ограничения свободы и один год условно с испытательным сроком. Хочешь проехать в общественном транспорте и совершить покупки – надень маску. Сейчас этот аксессуар – неотъемлемая часть образа горожан. Особенно необходима маска именно в общественном транспорте, где дистанция между людьми минимальна. Представители департамента транспорта, перевозчика и народной дружины в очередной раз проверили соблюдение масочного режима. В рейд отправился Михаил Ермоленко. Свою работу в утренний час пик проверяющие начинают в поселке Управленческий Красноглинского района. Отсюда поступает значительное количество жалоб, в том числе на регулярность работы автобусных маршрутов и их перезагруженность. Здесь начинает свое движение 50-й автобус – один из самых популярных маршрутов в Самаре. Большинство пассажиров в масках, остальные надевают их после замечания. Как отмечают в департаменте транспорта, тех, кто отказывается соблюдать масочный режим, в этот раз не обнаружили. Но рейды проходят регулярно, и протоколы все же приходится составлять. Если говорить о нарушении режима ношения масок, то у нас за январь месяц этого года прошло более 100 таких рейдов. 52 протокола составлено, более 300 человек высажены из транспорта. Выездная комиссия оценивает, регулярно ли ходят автобусы, насколько заполнен салон, а также добросовестность работы кондуктора и все ли оплачивают проезд. От количества безбилетников зависит интервал движения транспорта. Перевозчик учитывает пассажиропоток, исходя из того, как оплачивает проезд пассажира. Сколько пассажиров. Если кто-то экономит, либо кому-то наш сотрудник, кондуктор предлагает проехать со скидкой, не брать билет, соответственно, да, мы не видим всего количества пассажиров. Сегодня мы экономим на проезде, а завтра автобус может не приехать на линию. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, оденьте маски. Проверка масочного режима. Проверки прошли не только в автобусах, но также в троллейбусах и трамваях. Оценки пассажиров работы транспорта зачастую противоположны. Я говорю о том, что очень большие интервалы между автобусами. Отчасти это обусловлено пробками большими, я не спорю. А чем еще обусловлено, я не знаю, может быть, малым количеством автобуса. Не скажу вам. Вообще, сейчас, мне кажется, транспорт общественный стал лучше ходить. То есть, чем раньше, как-то и больше соблюдать интервалы. И очень нравится, что можно в интернете посмотреть, через сколько будет транспорт ходить. Проверять соблюдение расписания и наличие на маршруте необходимого количества транспорта будут и в дальнейшем. Все отклонения от нормальной работы фиксируются и направляются перевозчику. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. В Самаре также продолжаются проверки торговых точек на соблюдение санитарных норм. Каждый день сотрудники районных администраций проводят мониторинги объектов потребительского рынка. Все внимание на соблюдение масочного режима, наличие социальной разметки, санитайзеров и журналы учета состояния здоровья работников торговли. Сегодня наша съемочная группа приняла участие в рейде в Куйбышевском районе. Тему продолжит Гуфия Сафина. Даже забегая за чашечкой кофе, не забывай надеть маску. Вторят не только медики, но и сами баристы. Игорь Ибадов в своем маленьком, но уютном кафе всегда рад новым посетителям. Но не тем, кто пренебрегает санитарными нормами, введенными в области в связи с пандемией. Ну как, у нас достаточно большой поток людей. Обязательно. То есть мы в этом плане очень серьезно к этому относимся. Поэтому необходимы требования. Ну и кому нужны штрафы. А штрафы действительно можно схлопотать. Только здесь, в поселке 116-й километр, за все время действия постановления губернатора получили замечания более 70 точек торговли. На всех выписали административные акты. Семеро из них уже ждут судебного вердикта. Наказание грозит немалое. Штраф до 300 тысяч рублей и закрытие предприятия на три месяца. Впрочем, есть и приятная новость. Нарушителей становится все меньше, отмечает в районной администрации. На сегодняшний день данный контроль продолжается. И данный контроль, он усилен. Но радует тот момент, что уже юридические лица взяли на себя полную обязанность соблюдения этих мер. Скажите, у вас для посетителей, которые вдруг оказались в объекте без маски, предусмотрены выдача масок? Да. Соблюдение масочного режима, наличие разметки на полу, установлены рециркуляторы и санитайзеры. Проверка требований Роспотребнадзора идет по чек-листу. Эта пекарня получает отметку 5. Мы следим за этим, соблюдаем строго и ответственно. Это очень важно и для нас, и для сотрудников, и для жителей всего города. Это безопасность, это наше здоровье. И все-таки эта коронавирусная инфекция, она достаточно опасная для всех абсолютно. Добрый день. Администрация Хольбушевского района. Проверки работы объектов Потребрынка будут проходить до момента снятия всех ограничений по коронавирусу. О том, что еще не пора расслабляться, знают и сами жители. Я себя определился, и требования такие, поэтому куда деваться? Думаю, что это правильно. Передается воздушно-капельным путем, маска в любом случае сдерживает. Всегда в маски хожу, ну, чтобы не заразиться. Работа такая, я еще работаю. Гульфия Сафина, Максим Гусев, События. Уникальную формовку, с помощью которой можно создавать буквально все, от медицинских протезов до деталей ракетно-космической техники, создали в Самарском университете. Разработал проект с использованием вспомогательного контрмеханизма инженер кафедры Василий Рожживин. Подробности в нашем сюжете. Поехали! В научный мир Василий Рожживин пришел, когда учился на втором курсе магистратуры. Сейчас он учится в аспирантуре Самарского университета. Изучает втяжку листовых заготовок, построение кривых предельных деформационных возможностей материалов, а также изотропию свойств металлов. Начинал я с работы в НИЛ-37, должность старшего лаборанта. Тема моего исследования в рамках Гранта Умник – это разработка проекта комплекса инкрементальной формовки на основе платформы Стюарта с использованием вспомогательного контрмеханизма. Инкрементальная формовка – это процесс локального деформирования листового материала с ферическим пуансоном, который движется по заданной нами траектории. С помощью такой формовки, а она возможна только при мелкосерийном либо штучном производстве, можно сделать абсолютно все – от медицинских протезов, челюстно-лицевых имплантов и частей черепа, до деталей ракетно-космической техники. Для меня это, прежде всего, способ саморазвития и самореализации. То есть, когда человек занимается наукой, изучает специальную техническую литературу, проводит эксперименты, его кругозор расширяется, человек начинает мыслить системно, более структурированно. По словам Василия Рожевина, в науке его привлекает то, что здесь нет отрицательных результатов. Есть просто задачи, которые необходимо выполнить. Михаил Ермоленко, Виктория Шарая. События. Поехали! Самарские спортсмены добились побед на российских соревнованиях. А вот покорение международных турниров пока проходит не так успешно. О поражениях теннисисток и медалях в легкой атлетике и самбо расскажем в рубрике «Новости спорта». Здравствуйте! С вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Австралиан Оупен продолжится без самарских теннисисток. Дарья Касаткина из Тольятти не смогла преодолеть второй круг турнира, проиграв белорусский Арине Соболенко 6-7-3-6. Не удалось добиться успеха ей и в парном разряде. Вместе с эстонкой Аннет Кантавейт в первом раунде она уступила испано-итальянскому дуэту Аленой Большовой и Ясминой Паулини 6-7-2-6. Также первый раунд парного разряда стал заключительным и для Анастасии Павлюченковой из Самары. Она и Анастасия Севастова из Латвии проиграли 3-6-6-2-3-6 китайским теннисисткам. В Москве прошли 30-е всероссийские соревнования по легкой атлетике «Русская зима», в которых приняли участие сильнейшие спортсмены страны, в том числе и из Самары. Об этом сообщили в областном министерстве спорта. Дмитрий Лопин выиграл золото в беге на 60 метров с результатом 6,72 секунды. Также Анастасия Николаева завоевала серебро в беге 60 метров с барьерами. Девушка преодолела дистанцию за 8,28 секунды. В городе Армавир Краснодарского края состоялось первенство России по самбо среди юношей 17-18 лет. В соревнованиях приняли участие 600 спортсменов со всей страны. А самбист из Самарской области стал призером. В весовой категории до 79 килограммов Горлеон Амбарцумян завоевал бронзу. На этом все. Больших побед вам. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова